МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. Сегодня утром под колесами поезда погибла 46-летняя женщина. Трагедия произошла на железной дороге в Дербышках. Очевидцы рассказали, что какое-то время после происшествия женщина еще была жива. Но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Сегодня днем на улице Ломжинской автомобиль сбил школьницу. 13-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на полной скорости ее сбила лада. С ушибом головного мозга потерпевшую госпитализировали. Момент произошедшего попал в объектив камеры видеонаблюдения. Дай бог, чтобы все хорошо было с ней. Водитель лады не стал отрицать свои вины. Молодой человек и сам был в шоке от произошедшего. По его словам, девочку он не заметил из-за плотного потока машин. Разве стоял, не заметил пешехода. И начал тормозить, и влево. И все равно задел пешехода. Даже не знаю, такой впервые со мной. Даже не знаю. Момент наезда зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как девочка не спеша переходит дорогу по пешеходной зебре. Несколько автомобилей остановились. Спустя мгновение ее сбивает лада. От удара девочка отлетела в сторону и потеряла сознание. Водитель автомобиля лада Гранта. Нарушение пункта правил 14.1. Не предоставил преимущества движения пешехода, переходящему в проезжую часть. В результате чего пешеход получил телесные повреждения. Сразу врачи пришли. Тут больница недалеко. Врачи укол сделали. И скорая буквально через 5-10 дней приехала. И сразу его увезли. Все быстро среагировали. В больнице у школьницы диагностировали ушиб головного мозга. Сейчас она проходит курс лечения. Степень вины водителя установит суд. Трагедия произошла в Октаныжском районе республики. Трактор, в котором находились двое взрослых и ребенок, вылетел с дороги. По предварительным данным водитель спецтехники был сильно пьян и не справился с управлением. В результате трактор перевернулся на крышу. От удара кабина сильно деформировалась. Четырехлетний мальчик получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка. В набережных Челнах в притормозивший автомобиль врезался велосипедист. Упав, он сильно ударился головой об асфальт. Но смог подняться и даже находился в сознании до приезда неотложки. Однако в карете скорой помощи пострадавшему вдруг стало плохо и он скончался по пути в реанимацию. В половине восьмого утра участниками ДТП стали сразу три транспортных средства. Лада-Приора, автобус и велосипед. Легковушкой управляла 57-летняя женщина. Она двигалась по правой полосе. После столкновения велосипедиста откинула на автобус ПАС под управлением мужчины 67-го года рождения, который двигался по путному направлению по средней полосе. Но, как говорят водители, при этом под колеса транспортных средств мужчина не попал, а сильно ударился об асфальт. Он не попал, так лежал, так лежал, асфальт. Автомобиль на него не наезжал. Не наезжал. Очевидцы рассказывают, что видимых повреждений на мужчине не было, и сначала он даже был в сознании. Но спустя несколько минут скончался в карете скорой по пути в БСМП. По предварительным данным, велосипедист при движении не выбрал безопасную дистанцию. В поселке Большие Клыки сегодня днем загорелось административное здание. Сотрудники офисов были вынуждены покидать горящее помещение через окна. Подоспевшие пожарные эвакуировали людей при помощи выдвижной лестницы. Как выяснилось, началось все с того, что на первом этаже в автосервисе загорелся автомобиль. Мы пострадали. Чудно сдохли там. Рабочие автосервисы рассказали, что всему виной машина, приехавшая на ремонт. В момент, когда водитель решил завести двигатель, произошел взрыв. Огонь, вырвавшийся из-под капота, быстро перекинулся на пластиковую обшивку помещения. Да, очень сильно пожар. Ну, в машине сгоряют, вот здесь все сгоряют, поводки. В считанные минуты трехэтажное здание заполнилось едким черным дымом. Выйти по лестнице оказалось невозможно. Сотрудники МЧС эвакуировали людей при помощи специальной выдвижной лестницы. Некоторым из пострадавших понадобилась медицинская помощь. Значит, даже людей на скорую везли. Ну, там их увезли не от того, что они пострадали, они просто от дыма дышали. Автомобиль, из-за которого произошел пожар, выгорел полностью. Помимо него пострадали еще несколько машин и проводка здания. Кто теперь будет возмещать причиненный ущерб, выяснится после тщательной проверки. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. На остановке улица журналистов подрались водители двух красных автобусов. Очевидцами потасовки стали пассажиры общественного транспорта и пешеходы, которые снимали все происходящее на камеры мобильных телефонов. Один из водителей даже поранил остекло ногу, но, не обращая внимания на кровотечение, продолжил выяснять отношения с соперником. Оказалось, подрались водители 60-го и 34-го маршрутов. Один из них подрезал другого. Вроде бы обычное явление на наших дорогах. Но на светофоре шоферы выскочили из кабины, начали скандалить, не обращая внимания на ожидающих пассажиров. И, как стало известно позже, одного из водителей после этого инцидента уволили с работы. Попытка проучить автомобилиста привела к аварии, которая произошла сегодня ночью на улице Тецовской. Там столкнулись Opel Astra и Nissan Tiana. Nissan ехал по главной дороге, Opel поворачивался второстепенно. Хотя его владелец успел завершить маневр, водитель японского автомобиля, видимо, посчитал, что ему не уступили дорогу. Поэтому решил наказать водителя на Астри. Молодой человек ударил по газам, обогнал и подрезал. Но не рассчитал расстояние и задел Opel. От удара иномарка вылетела с дороги и пробила колесо. На проспекте Победы сегодня ночью столкнулись Lada Priora и Chevrolet Lachetti. По предварительным данным, виноват в произошедшем владелец иномарки. На перекрестке во время поворота он не выбрал безопасный боковой интервал. Сразу после столкновения виновник уехал с места происшествия. Но через некоторое время вернулся, чтобы также дождаться приезда инспектора в ГАИ. Виновник говорит, что уехал так, как поначалу даже не почувствовал удара и не понял, что произошло. А когда уже в своем дворе заметил повреждение на кузове, понял, что угодил в аварии. Поэтому и решил вернуться. Поздно ночью на перекрестке улиц Веломорской и Джамбула Kia Rio на всем ходу протаранил Lada 99-й модели. Хотя скорость у иномарки была не очень большой, старенькая отечественная машина буквально сложилась от удара. Официально, согласно правам, водительский стаж у владельца Lada 2 года. Но по факту за руль он сел всего несколько месяцев назад, когда купил старенькую 99-ю модель. Автомобиль мужчина выбирал специально недорогой, чтобы учиться ездить. Но курсы водительского мастерства закончились этой ночью на нерегулируемом перекрестке. Повреждения хорошие машины получили? Да она гнилая, посмотрите, снился. 96-го года машина. Что там, там железо-то почти не осталось, одна гнилья. Хорошо, что пассажиров не было. Да, к счастью. Хотя 99-я модель оказалась основательно разбита, но мужчина не сильно переживал. Говорит, повезло, что во время удара ржавый кузов вообще не развалился на части. Он смог выбраться из салона целым и невредимым. Да я сам куда-то поторопился, сам виноват. Не надо было торопиться просто. Аккуратнее надо было быть. Я просто думал, проскочу, успею. Водитель на Ладе проезжал перекресток по второстепенной дороге. По словам мужчины, иномарку, которая ехала по главной, он видел, но не стал ее пропускать. Лишь посильнее нажал на педаль газа. Машина старенькая, она не справилась маленько. Может быть, призы в двигатель был бы, я бы еще проскочил. Корейской иномарке предстоит ремонт, а вот 99-ю ладу можно будет лишь сдать в чермет. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь до завтра. А далее Фарид Хабибуллин и его гости. Тема. Добрый вечер, Фарид Милович, пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии житель Казани, заплативший автосалону более трех миллионов рублей, но ничего не получивший взамен. Субтитры сделал DimaTorzok